Я приветствую всех, кто пришел сегодня на наше первое мероприятие послелетнего отдыха. Меня зовут Наталья Невзорова, я предприниматель, владелец этого офиса и просто женщина, жена вот этого мужчины, его зовут Александр и мама. И сегодня мы проводим такое, знаете, необычное мероприятие, мы проводим награждения по всем конкурсам, которые у нас на сегодняшний момент завершились. У нас были конкурсы для консультантов и у нас были конкурсы для тех, кто вообще не имеет представления, может быть, о компании Reflame или имеет представления, но не является дисконтным покупателем. И раз вы находитесь все в офисе компании Reflame, конечно, я вам сейчас покажу новинки, которые у нас есть в каталогах и буквально несколько слов расскажу о них, чтобы вы имели представление, какие продукты сейчас есть в нашем каталоге. Ну и дальше мы проведем награждение и в конце разыграем главный приз, это будут шариковые румяна от Giordani Gold, кто-то сегодня станет счастливым обладателем этих румян. Если они у кого-нибудь, поднимите руки, есть у кого-нибудь такие румяна? Есть. Значит, у вас будет возможность их продать, если вы их выиграете и заработать хорошую сумму денег. Такая корова на самом деле. Так, ну что ж, а теперь быстренько пробежимся по каталогу. Кто видел каталог когда-нибудь вообще, хотя бы в руках его держал? Ну, слава богу, есть такие, да? Значит, все вы знаете, обычно, вот почему не обращают внимания, вот здесь пишутся даты работы каталога. У нас можно на наших ресурсах просмотреть электронные каталоги, что очень удобно, можно не ждать, пока консультант принесет бумажный вариант. И здесь вот написано, что каталог работает с 6 августа по 25 августа. Вообще, хочу сказать вам, что компания Reflame в этом году исполняется 45 лет. 45 лет на рынке, представляете, уже такой богатый опыт накоплен. И 20 лет продаж в России, то есть вот два юбилея. Поэтому она сейчас запускает очень много интересных новинок. Значит, одна из новинок, вот есть у нас появились туалетные воды коктейль. Таких, видите, 30-миллилитровых ароматов. Я как раз обзор делала, когда каталога в интернете. Я сказала, что их можно в сумочку брать, но они стеклянные оказались. Но они не бьющиеся. Да, но они не бьющиеся стопроцентно, да, уже потому что падали. Поэтому я сейчас вам пущу их поедам, вы можете их протестировать. Прыскать не надо, они пахнут, они уже прыснуты. Кто-то уже не хочет. Да, вы сможете протестировать. Вот видите, есть вот вариант геля для душа, и есть вариант лосьон для тела еще. Значит, что я хочу вам сказать по поводу... Вот раньше были такие, знаете, нарекания, что консультанты приносят продукцию, а там что-то не долито, да, или там... Ну, это так было. Да. Сейчас все стоит на пломбах специальных. То есть, если пломба вскрыта, значит, консультант или нюхал аромат, или проверял целостность упаковки. То есть, вот видите, пломбочка стоит, то есть ее, если вскроете, то будет у вас открываться. Мы это вскрыли уже здесь, потому что я домой заберу этот. То есть, вот, ну, примерно запах, да, этот вскрывать не будем. А, он уже вскрыт. То есть, ну, вот можете запах вот этот попробовать. Так, дальше. Есть у нас еще вот такие тени. Пускать я вам их по рядам не буду. Вы подойдете здесь, посмотрите. То есть, три летних варианта. Я вам сейчас их покажу просто на фотографии, вы увидите. И блески для бок. Этот идет с золотыми частицами, этот с серебряными, а этот вот такой красненький. Значит, ну, вот еще такой вариант. Здесь вот, если видно. Есть вот, сейчас новиночка появился, экспресс-гель точечного воздействия. То есть, если где-то прыщик вскочил, в течение 8 часов он у вас подсохнет, если вы будете вот пользоваться этим гелем. Особенно это актуально для молодежи, подростковый возраст и так далее. Значит, на область прыщичка наносится вот тоненьким носиком удобно, что-нибудь без пальчиков, просто носиком наносится гель. Он прозрачный, его не видно на лице. Он содержит салициловую кислоту, которая противовоспалительным действием обладает и хорошо подсушивает. Ну, а такой бестселлер этого каталога – это лаки-кракелюры. Кто знает, что такое кракелюр? Что такое? Расстрескивание. Да, то есть, докупаж, представляете, когда, знаете, с эффектом старины. Так вот, сейчас у нас в коллекции Reflake появились лаки-кракелюры. Вот это основа. То есть, кладете основу, а потом сверху делаете покрытие. Я целый мастер-класс видео сделала. И сегодня вечером я его выложу в интернет, скажу, где поискать и посмотреть. Значит, и после мероприятия, кто желает попробовать, я вам дам возможность попробовать этот лак. То есть, зеленый, вот золотой и черный, я себе его буду забирать, поэтому вы можете попробовать, как это вообще происходит. Значит, особенность какая? Нужно обязательно наносить тонкий слой и этого, и этого средства и просушивать. Потому что, если наносите толсто и не просушиваете, он начинает корками. Ну, знаете, как вот глина трескается некрасиво. И розовый, честно говоря, мне не понравится. Ну, может, кому-то розовый цвет, знаете, тут от него пищит, но я, честно говоря, как-то он не очень аккуратно наносится. Вот эти вот вообще изумительные оттенки, вот эти два. И на фотографии, я вам сейчас покажу, вот это выглядит следующим образом. Вот, смотрите, вот это так выглядит. Видите, розовый не очень смотрится, да, аккуратно. Значит, лаки на поверхность, накладывается и он сам растрескивается. Варианты можно делать разные, если вы подобрали несколько, значит, несколько оттенков. А у нас еще в Арифлэм есть вот такая сушка для ногтей. Вот у кого нет, обязательно купите вот такая вот штучка. Капелька средства в течение нескольких секунд лак сохнет. Понятно, да? То есть это вот можете приобрести. Ну и сейчас у нас есть одно награждение. Я хочу предоставить слово Зарине Бурковой. Так, Зарина, ты у нас где? Зарию Буркову ждем. У нас есть в ВКонтакте группа, называется Наши любимые дочки и сыночки. Я знаю, что сегодня, раз кто-то с детьми пришел, значит, они пришли еще и за подарками. Поэтому я предоставляю сейчас для награждения слово Зарине. Она вам вручит подарки. Она у нас является администратором группы. Ну и расскажет немного о конкурсе. Сколько работ примерно, помнишь, приняла участников? 53. Ну, в общем, слово Зарине. Несколько слов по себе и... Меня зовут Зарина. Я администратор группы Наши любимые дочки и сыночки. Мне вообще дети нравятся. У меня у самой есть ребенок. Мне очень нравится там заниматься, проводить различные конкурсы, искать, может быть, спонсоров, которым дарят нашим деткам подарки. Ну и сейчас проходил конкурс Наши маленькие модники и модницы. И, значит, мы выбрали, ну не мы выбрали, а спонсор выбрали те фотографии, которые наиболее им понравились. Так как мы сейчас уже не проводим, как вот, народное голосование, там потому что все голоса накручиваются постоянно, и фотография может быть не, допустим, такого качества, может быть, не такое, как бы, нормальное. И все равно побеждает, может, кому-то было бы и один. И тут, значит, спонсоры сами выбирали победителей. Ирина Коршунова, да, вы тоже победили в конкурсе, вас выбрала вот девочка в корзунке. Так, Наталья, да? Наталья, вам сейчас подарок. Давайте не вот этот, в аплодисментах. Наталья, мы вам хотим слово предоставить. Расскажите о себе, и что вообще вы продаете, продвигаете. Да-да-да, прорекламируете себя, потому что многие, может быть, узнают, и захотят воспользоваться. Меня зовут Наталья, фамилия Зыкова. Я уже три года занимаюсь производством рюкзачков. Детских переносов под названием «Слинги». Вы, наверное, уже слышали? Вот. А это что значит? Расскажите подробнее. Детские рюкзачки с вами шьете, да? Да. У них можно переносить детей с рождения прямо на маме. Вот. И ребенок не занимает такую физиологическую позицию, то есть не вредит позвоночнику, ортопедически одобрено. Даже врачи сейчас многие уже узнают про них и советуют своим пациентам носить детей на руках побольше. Вот. Очень удобно ездить на природу, брать с собой, на дачу, на юг вообще спасать, если туда ездить на поезде далеко. Сама ездила с ребенком раза три. Свою дочку я тоже выносила года два. Прямо на себе. А как вас найти? А найти в ВКонтакте у меня страничка есть. У вас есть здесь ссылочка в группе? Да. Здесь есть, да? То есть вы можете найти через группу? Ну, подозревается «Счастье рядом слинги входности». Понятно, да? То есть, если кто-то кого заинтересует, уже лично с Ириной встретитесь, да? Всех заинтересовала уже, да? Хорошо. Значит, следующий у нас выиграла Елена Аханна. Так, Елена Аханна. Да. И приз, значит, вы выбрали Игорь Абрилов. Выиграла. Выиграла и дочка Ева. Шикарную фотосессию, бесплатную. Если хотите, там уфоткайтесь, хоть в студии, хоть на переговоре, выбирайте сами. И вот здесь тоже нету с нами. Я вам дам все контакты с телефонами. И информацию, все, и с ним свяжетесь и говорите. То есть она выиграла фотосессию? Спонсор был фотограф, да? Да, фотограф. Можно спросить, Ева, ты любишь фотографироваться? Это не было видно, что я такие фотографии красивые. Фотомодели. Да, вот там с гусами, с сумочкой. Понятно, понятно. А вот остальные люди видели, кто здесь есть, да? Эти фотографии там. Или их можно посмотреть? Можно посмотреть. Можно будет посмотреть, да? А это у нас там звезда. Вот это победители, да, слайд-шоу, но нету их сейчас. Слово модник тут стопроцентно. Да? Да? Согласись, да? А есть он у нас сегодня? Слово модник? А, и сыр-вычагон. Ну не очень. Значит, они у нас главный приз выиграли. Причем деловой такой. Да. В общем, это средство для детей. Несколько слов скажу. Многие мамы боятся покупать в каталогах средства для детей. В аптеках надо бояться покупать. От нуля до трех лет. Без слез. Вот крем слипает очень хорошо. Даже для чувствительной кожи. Даже для аллергиков подходит. То есть никакой реакции не дает. Значит, тальп для тела. Можно даже взрослым пользоваться. И масло массажное для тела. И очень-очень классное мыло. Турчик у нас отправляется с Сальвичигос. Ну вот у нас директор Александр решил как раз, что это будет его оценка. Именно с точки зрения модника. Наташа, можно я еще добавлю насчет крема? Вот у меня здесь клиентка, женщина взрослая. Она берет этот детский крем. У нее очень сухая кожа. Она говорит, мне больше ничего не подходит. Только этот крем. Так, на этом у нас награждение завершено. Значит, тот, кто сегодня подарок не получил, Зарина с вами свяжется. Значит, если вы сидеть не можете с детьми, мы разрешаем вам уйти, конечно. Если хотите, можете остаться до конца. В контакте группа Волшебные воздушных шаров. Занимаемся изделием шаров. Также у нас есть букеты из живых цветов. Вот композиции. И всякое остальное. Для свадьб мы проводим. В общем, много всего интересного. Мы находимся в Лимиде, торговый дом Космос, Советская 13. Там вы можете нас найти. Мы приготовили, конечно, для девушки, игру из шаров, а также у нас для нее скидка 5% на следующие покупки. Это выражает в магазине ее. Я бабушке передам, как раз они встретятся с роддомом. Вот эта игрушка будет вручаться, да? Я думаю, что для встречи с роддомом очень даже и очень хорошо. Ну что ж, вам спасибо. Давайте похлопаем. Так, Зарина, все у тебя? Да. По награждению? Да, все. Значит, теперь продолжаем дальше. Теперь мы вручаем подарки от офиса уже нашим консультантам, кто у нас уже имеет дисконтные карты или работает с каталогами. В подарок от офиса у нас выбраны... У нас есть вот несколько продуктов, которые мы это брали. Это косметичка, это гольфы, которые пришли, это губная помада, это специально смягчающее средство и средство для массажа. Очень хорошее. Можно, кстати, и для волос использовать как питательное масло, и можно использовать для тела. То есть для массажа тела и для волос как питательное масло, для массажа головы. Ну, и у нас есть пять участников. Я вижу Софью, я вижу Аню. Так, Тамара есть Смирнова? Не пришли. Гавриш Иван? Не пришли. Воронцова Любовь? Не пришли. Значит, у нас есть тогда возможность даже не разыгрывать, а дать возможность вам выбрать. Поэтому выбирайте, какой подарок, то есть что вы для себя хотите. Порыться? Так, держите. Пока не выбирает, можно продолжить. Да. Значит, пока не выбирает, мы продолжаем. Следующее. У нас еще есть победители по акции, которые в прошлом каталоге. То есть какие условия были? Просто разместить заказ на любую сумму. Была эта акция на последней неделе каталога, рассылка делалась тем, кто не делал еще заказ. И вот у нас 6 человек получают кремы для подарков. Это Анучина Наталья, Кириллова Ирина, Климонтова Мария, Кондакова Елена Нартина, Надежда и Потапова Лариса. Есть ли среди вас кто-то здесь? Так, Мария, иди сюда. Я думаю, что ты к нам проберешься. Так, а вы, девочки, которые подарки получили, готовьте. Сейчас мы вас спросим, почему вы пользуетесь продукцией Replay. Можете покорить готовить. Так, Маш, мы тебя поздравляем. Так, повернись. Значит, несколько слов скажи, почему ты, вот ты уже не один год пользуешься продукцией Replay. Почему? Мне нравится эта продукция. Да? Хорошо, ну все, Маш, мы тебя мучаем. Давай тогда ее поздравим. А мы сейчас слово Софье предоставим. Значит, она у нас, пару слов, может, вместо Софье, Саша, подозрение камерова. Так, чего надо говорить-то? Почему ты пользуешься продукцией Replay? Потому что она качественная, она натуральная. Мне она нравится. Она доступная по цене. Ну, то есть, соотношение цена и качество. Настолький. Да, да, меня устраивает. Любимые продукты? Любимые продукты. Специальное смягчающее средство. Крем для рук. Да, вот это. Крем для рук два в одном, который защитный. Вот, всегда покупаю большую упаковку, потому что мужу нравится. Другие пробовал, ну, из других серий, ему не понравилось. Ну, как бы, вот только этот. Гели для душа, мыло. В общем, все, крем для ног обожаю, который с маслом авокадо и с алоэ. Зелененькая пяточка, которая. Вот, очень его люблю. Малышам что берешь? Малышам беру средство для купания, мыло детское нравится. Вот, действительно, не щиплет. Средство не щиплет глаза, мыло щиплет. Потому что у меня средний любит на мыло. Мыло щиплет. Мыло щиплет глаза, потому что он умеется, я начинаю глаза тереть, и потом пуля выскакивает из ванной. Мыло это щелочь, конечно. Вот. Ну, все нравится. Не знаю, ароматы нравятся. Как бы, у меня даже нет такой продукции, которая бы мне не понравилась. Мы вам скажем, что Софья мама троих детей. Поэтому вот такая молодая мама, и она у нас еще и работает в Reflame. Она потом чуть-чуть позже расскажет. Анюта, спасибо, Софья. Спасибо. Несколько слов. Ты у нас вообще уже со стажем. Уходящий, приходящий. Да. Учем, мне нравится все, я пользуюсь этим очень давно. Тут тоже на период родов уходила на некоторое время. А так, пользуюсь всем и для ребенка тоже беру и средства для купания, и мыло. Нравится. Вот сейчас взяла, не знаю, новая серия или не новая, но для мужа против просто волос щетина. Это проблема много кущей. И для век. Вот. Мы вчера делали первую пробу. Там надо, ну, в течение пяти дней, да, сказали, начнется уменьшение, потому что это проблема большая. Помогу. Ну, сейчас попробуем. А так, пользуюсь всем. Особенно ароматы нравятся. Старые вот именно. Брендовые, да. Как они эти? Лисо. Миненькое, розовенькое. Мужской аромат. Дима Билан. Вот тут Дима Билана нравится очень сильно. Анюка, у меня есть такой вопрос. Ты хороший продавец. Много продаешь еще продукции. Значит, скажи, сколько ты себе позволяешь месяц, ну, бесплатно. Ну, все, что я себе покупаю, себе, мужу, бабушке и ребенку, это все я бесплатно, получается, беру. Я еще пользуюсь вот с серией витаминов, мне нравится. Мужу беру, себе беру, бабушке беру. Понятно. То есть у вас, получается, в принципе, вся семья и моется продукцией, да, и... Да, да, и моется, и ест, и мажется. Хорошо, замечательно. Анюта, спасибо. Спасибо. Так, и дальше мы продолжаем. Макияж-подарок. Так, у нас есть вот такие сертификаты. Причем, я хочу вас обрадовать. Все те, кто сегодня не пришел на награждение, если у нас остаются сертификаты, я раздам вам. Я их не стала подписывать, ну, чтобы они у нас не пропали. Значит, кто у нас здесь, кто есть в списке, пришел за сертификатом. Так, это у нас Оля. Оля Карамнова. Еще кто есть? Так, Шергина Людмила. Так, еще Ирина Клебакина. Так, вы кто? А, Ровина Елена. Ровина Елена. Вы проходите, у нас места-то есть сейчас? Крюша, с малышом. А, с малышом еще, да? Так, и Надя Макарова. Надя Макарова. Так, еще? Стрекаловский. Так, Стрекаловский Геннадий есть, да, он у нас на макияж. Значит, мы вам вручаем сертификаты. Что вам, ну, у нас такое тоже бывает, да? Значит, что вам нужно, что для любимой жены не сделаешь. Вам нужно будет вписать сюда фамилию, сертификат, дальше. И вот по этому телефончику позвонить часы работы офиса, которые вы получили. Сегодня вы знаете. Юля запишет вас на дни. Значит, первый день, когда мы будем делать макияж, это понедельник. В понедельник с 15 до 19 часов. Значит, на макияж уходит до часу. Ну, там, может, полчаса, может быть, до часу максимум. Потому что многие... Макияж делаю я. Макияж делаю я. Макияж делаю вопрос. Да. А вот если останутся сертификаты, 21-й можно ли? Значит, у нас сроки до 31 августа. То есть... На 21-й я хочу. С утра. С утра я не встану. Да, далее у меня свадьба. У тебя улично? Да. Ничего себе. Ну, придется снять. Это отъекционный момент. Значит, мы сейчас вам вручаем. Он, видите, имени не написаны. Если вы сами не можете, вы можете кому-то его отдать. Но не отдавайте детям. То есть до 16 лет никаких макияжей мы никому не делаем. Ну, во-первых, это не надо совершенно детям. Потому что иногда бывает, детям отдают, там, приходите. Значит, Олечка, вручаем маме твоей сертификат. Понятно, да? То есть позвонить, записаться предварительно и обязательно прийти. Так. Значит, Ирина. Спасибо. Так, кто у нас еще? Это уже есть Лена. Лена на работе сегодня. Надюша. Геннадий, пожалуйста. Давайте мы гостю посадим. У нас она там стоит, бедная, наш спонсор. Да, мы же все. Идите вот сюда, садитесь, у нас место есть. Я же ее. Они должны там стоять. Это не предстоят. Итак. И у нас... Людмила. Значит, что мы делаем обязательно? Первое, фотографию до макияжа, фотографию после. Вам они в электронном виде высылаются, эти фотографии. Или можно будет их скачать. У нас сайт с 1 сентября будет запущен. То есть это вам в подарок идет, чтобы вы могли показать своим знакомым, клиентам, что вот вы... Может быть, вы хуже станете. Я же это был антиреклама. Поэтому... И вот сегодня у нас остались сертификаты. То есть все, кто захочет, вы можете подойти и взять их. Потому что... Ну, чтобы они не пропали. Точно так же позвоните, прийти к нам на макияж записаться. У нас есть вот такой классный чемодан. Вот он, видите, здесь стоит. Он полный косметики. Я вчера спрашивала, что он не пропает. Значит, вот это вы не забудьте, пожалуйста, в конце. Я туда выкладываю. Возьмете все, кто захочет. Так. Ну и еще у нас была одна акция. Кто знает, что в Арифлэм продаются витамины и коктейли? Знаете, да? Ну, клиенты не знают. Значит, для чего они нужны? Сейчас я вам покажу. Вот есть детские витамины. Есть для женщин, есть для мужчин. Есть вот такие коктейли. Значит, про витамины детские нам сейчас Софья расскажет. Потому что она ребенку своего покупала. И мы ей как раз вручим их. Про wellness пэк женский нам Наташа расскажет. Она потому что пила, и она знает, что такое, и она вам расскажет. А про коктейль я вам расскажу, что это такое. Я тоже его экспериментировала. Так. И у нас вот по итогам акции wellness у нас есть льготные подписки. Таким образом они выглядят. Значит, если у нас дисконтный покупатель оформляет подписку или на детские витамины, или на взрослые, или на коктейль, то три каталога он получает их по полной стоимости, а четвертый каталог фирма высылает бесплатно в подарок. Но летом мы проводили акцию. Пятый продукт мы сейчас дарим в подарок. Получилось, что у нас консультант получил пять продуктов по цене трех. Это очень хорошая экономия. Практически 50% экономии от покупки. Ну и они молодцы. И сейчас я Наташу Локьяненко сюда приглашу. Она несколько слов расскажет. Вот она у нас получает в подарок женский пэх. Я вам сейчас открою. У меня есть саталия. А есть, да? Я принесла пакетик. Она подготовилась. Так, несколько слов. Она сейчас вам просто о нем расскажет. Что это такое и зачем она его принимает. Это витамины для женщин. Сюда входят не только витамины. Вот если мы их откроем, то там будет вот таких 21 пакетик. Здесь две капсулы омега-3. Омега-3 знаете, что это такое? Капсула астроксантина. И капсула это минералы и витамины. Почему я их принимаю? Ну, честно говоря, они мне очень нравятся. Хотя я, как, наверное, многие, ну, может быть, и немногие, ко всем витаминам и лекарствам отношусь очень осторожно. Поэтому, когда появились эти витамины в рефлейме, я еще, наверное, год смотрела, слушала, приходила на консультации, чтобы послушать мнения остальных, кто принимает. Потому что, как бы, сама боялась. Потом, когда я все же насмелилась и купила эти витамины, я еще тоже очень осторожно пакетик приму, два дня жду, что же дальше будет. И вот ли какой-нибудь побочной реакции. Потому что я их очень боюсь, эти побочные реакции. Ну, конечно, они только произвели на меня положительное впечатление. Потому что у меня проблемы с суставами, боли суставов. Их, знаете, на первую же, прямо вот принимая первую упаковку, вот эту коробочку, я сразу заметила, что у меня стало легче. И вот сейчас я их уже принимаю третий год. Правда, я принимаю их не очень регулярно. Но бывает, что месяц принимаю, месяц не принимаю. Хотя вообще-то лучше их принимать без перерыва. Вот. Но я уже заметила. Конечно, это не лекарство. И, например, я суставы не вылечу эти. Но я заметила, что у меня ни одного воспаления. То, что, конечно, старое, может, что-то и осталось. Но нового ничего за эти время не появилось. То есть очень хорошо. Потом, кто знает, вот у кого тоже так же, как, может быть, у меня болят суставы, они знают, что вот лекарства, которые выписывают, они все влияют на желудочно-пишечный тракт. И даже врачи, когда выписывают, спрашивают, как у вас желудка. Все ли в порядке. Вот. Эти витамины никакого влияния не оказывают. Мне кажется, наоборот, положительное. Потому что я могу сказать про себя, что вообще, как говорится, все работает как часы. Все нормально. Эти витамины я принимаю сама. Недавно у меня их тоже решила попробовать дочь. Ну, она просто болела. И я ей предложила, говорю, давай попробуй, может быть, это. И вот они ей тоже очень понравились. А потом есть еще такие же витамины для мужчин. У меня муж долго не соглашался. Я ему говорила, давай вот я тебе тоже буду такие же покупать. Но когда они узнают, что эта коробочка стоит тысячи, он говорит, да ты что, это так дорого. Ну, вот давайте представим, если мы будем покупать по подписке. То есть мы покупаем 3,4 нам в подарок. Это выходит, я бы считала, примерно в год 12 тысяч. На свое здоровье 12 тысяч. Я думала, потратить это не такие большие деньги. Зато мы будем здоровы и не болеть. Поэтому я вот сейчас и себе по подписке выписываю эти витамины, мужу. И вот недавно у меня сын живет в Санкт-Петербурге. Я недавно к нему ездила в гости. И привезла ему коробочку мужских витаминов. И вот потом где-то он мне звонит и говорит, «Ма, слушай, ты что мне привезла такое, какие классные витамины? Это что такое?» Я говорю, ну вот можно выписывать. Он говорит, стоит дорого. Я говорю, тысяча. Дороговато. А когда ему объяснила, что можно тоже сделать подписку, 3 и 4, он сказал, да, вообще это реально. И говорит, давай оформи подписку. И вот с этого каталога я его сейчас сделала, заказ к нему тоже оформила подписку. Так что мне... А что, вот мне очень интересно, все-таки, как он реагировал, что ему понравилось что-то? А что понравилось-то? А как вот он, что он сказал-то, что... Вот не знаю, вот понимаете, он у меня тоже как бы не очень любит лекарства, не очень любит их принимать. Но вот эти... Он до этого принимал... Я ему покупала уже вот одни витамины. Он говорит, там одни витамины. А что там еще вот входит? И я когда ему рассказала, а что еще входит, он сказал, вообще здорово. Давай вот мне их тоже. Я сейчас немножко поясню. Но омега-3 вообще считается лекарством в Америке. Омега-3, да. Выписывается прицеп. Это рыбий жир, да? Он для суставов хорошо. Да, он очень хорошо для суставов. Он снимает воспаление. Вот почему у меня суставы перестали болеть. А стоксантин это... Антиоксидант. Антиоксидант, да. Он помогает и для кожи, и вообще... Витамин молодости. Да, вот это все, витамин молодости. Да, как говорится, красота изнутри. А можно добавить по этому витамину? Ну да, пожалуйста. У меня вот, как бы, я родила и вышла через 3 месяца на работу, и у меня осталась нянечка-пабабушка. Ее, конечно, ребенок вымотал, и вот я начала ей, как бы, покупать эти витамины. В течение года она уже пьет, и она нормально справляется с ребенком. Когда ей 78 лет уже. Вы знаете, я вам приведу еще один пример. У нас в Кирове есть у меня приятельница, Елена Рузлева, она директор компании Reflame. Она говорит, мы, когда появились витамины в Reflame, мы очень хорошо их изучили, составы, изменения и так далее. И она говорит, мы... Бабушка у них 80 лет, она говорит, уже лежала. Ну, то есть, уже все, человек не может... Только по дому передвигалась. Она... Мы насильно ей стали давать витамины, ну, как лекарство. То есть, мы ей это как лекарство преподнесли. И каждый день контролировали, пьет она или нет. И она у них встала, и мы говорим, у меня мама приходит, однажды, она белье в ванной стирает стоит. И сейчас она нянчится с внуком. Лена родила тоже дочку, и нянчится с внуком. Ну, и скажу еще один пример. У меня у папы рак третьей степени. Значит, поставлен он был год назад. И вы знаете, вот мы когда ездили в Архангельск в онкоцентр, я возила эти витамины специально, можно ли давать. И нам сказали, что не можно, а нужно. И обязательно стоксантин две капсулы в день. Что такое это витамины? Это не лекарство. То есть, вы не лечите ни суставы, ни... Ну, то есть, организм это такая система, которая самовосстанавливается. Нужно поддерживать что? Иммунитет. Иммунитет. Все. Поддерживайте иммунитет. Значит, у вас в порядке функционируют все органы. Вот у меня муж, огурчик, видите, 56 лет. Значит, он пьет постоянно, он не болеет вообще. В течение года никаких простудных заболеваний. Вот уже в течение трех лет, Саша, да? Ну, два, наверное. Вот. В общем, никаких простудных заболеваний. Дочка у нас вот стала принимать омега-3, мы ей давали. Тоже насильно стали поить. Потому что омега-3 очень полезен для детей. Вот Софья сейчас пару слов скажет как раз. Умственная способность повышается. Она у нас училась, ну, так, знаете, середнячок такой, стройки на четверку, так скажем. Да, она с третьей четверти, мы ей как стали давать, совпадение, несовпадение, не знаем. С третьей четверти закончила четверть без троек. И год закончила. С одной тройкой учительница математики поставила, спорная была оценка. Две четверти тройка, две четверти без тройка, да? Это как говорят, верите в сказки, а нет, они существуют. И что еще хочу сказать. Вот Анжела Чебровских ее сегодня нет. Там задокументировано повышение гемоглобина, потому что она в санаторий ездила. Она сдавала анализы до приема витаминов и после приема витаминов, перед поездкой в санаторий. Повышение гемоглобина. Лариса Потапова, вот тоже по-женски она должна была получать. У нее она помешана на омега-3. Ну вот она решила взять именно комплекс пропить. Потому что вообще очень подробно, у нас есть сайт, я вам расскажу. Можно все будет почитать. Спасибо, Назаня, поздравляем тебя. А мы вручаем, да? Мы вручим ей, да? Да, мы ей подарок вручим. Так, ну и вот я хочу пригласить Софью сюда. Она у нас с дитем. Героическая женщина. Да, наконец-то он уснул. Мне не придется, стоять и крестить. Вы знаете, я перебью. Интересно, сколько женщин могут тебе позволить, имея трех детей с грудным ребенком, вот таким образом прийти на мероприятие, еще и выступать на ней. А еще, знаете что? А еще вот я хочу вам сказать, что такое ребенок. Ребенок это третья рука, правильно? То есть вы от нее никуда не уберете, не отрежете и ничего не сделаете. Поэтому две руки вы с собой, третью и вперед. Да, это я вот когда маленькая, тоже Маша у меня маленькая была, мы тоже так же. В общем, Софья у нас получает сегодня коктейль, получает вот такие детские витамины и детские омега-3. Вот она пару слов сейчас расскажет. Спасибо большое. Я, кстати, такая шла и думала, хоть бы мне только не шоколадный вручили, а какой-нибудь другой вкус. Потому что дома стоит шоколадный, я хочу попробовать именно ванильный. Давай поменяемся? Может поменяться? Не-не-не, я ванильный заберу. У меня еще ванильный. Вот. И значит, по поводу витаминов. Я, так как написано, что с трех лет и с четырех лет я приобрела старшей дочери. Витамины она благополучно забрала с собой в Египет, потому что я говорю, ты забирай, будешь загорать, чтобы витамины были, чтобы организм все равно боролся с акклиматизацией, забирай витамины. И омегу-3 дала. Она ее благополучно оставила дома. Но мне пришло по подписке второй раз. И я начала давать своему среднему сыну. Ему сейчас годы 9. Ну, раз в трех лет делим пополам. Пол чайной ложки я ему даю. Не знаю, тоже совпадение, несовпадение. Его невозможно было приучить к горшку. То есть, вот он просто на дыбы, в струнку вытягивался, и на горшок не садился. Мы пьем омегу. Он сейчас сам идет, сам просится. Уже это как анекдот звучит. Я серьезно говорю. Я вот стала замечать. Причем появились новые слова. Может быть, тоже идет развитие ребенка соответственно возрасту. Но начал болтать что-то. В общем, что я хочу сказать. Омега-3. Развитие мозга, развитие зрения, улучшение памяти. Старшую заставляю пить, потому что она через раз забывает. Для того, чтобы была лучше память, чтобы она лучше обучалась, запоминалась, чтобы зрение у меня не портилось. В общем, хороший продукт, полезный, экологически чистый. Я доверяю шведской компании, поэтому я беру эти витамины. Аня, про коктейль. Зачем ты его собираешь? Ты не худеешь. Я не худею. Мне не дают потолстеть, мои мальчишки. Начала пить еще во время беременности. Сначала вообще покупала для мужа. Ну, он все время забывает. А я один раз, есть мне захотелось. Уже была ночь. Думаю, куда мне наедаться на ночь. Навела себе коктейли, наболтала так хорошо, можно со спокойной душой лишь спать. Вот. А сейчас я пью, потому что... С спокойным желудком слезть спать. Да, да, да. И душой, и с желудком. Да, значит, с желудком спокойно, значит, и душа. Вот. А сейчас Малой, иной раз, не дает даже элементарно налить чаю, потому что, ну, тот животик, то еще что-то беспокоит. Наболтала себе коктейли на молоке, и не на воде, а на молоке, чтобы оно было посытнее. И вкуснее, и вкуснее, да. И, в принципе, я вот, пока мы с ним возимся, ну, часа на полтора, на два, мне хватает, ну, вообще, энергию дает на весь день. А чувство сытости вот полтора-два часа. Вчера буквально мы вышли и не успели пообедать, пошли гулять. Я Алиске своей говорю, хорошо, что я выпила две порции коктейля. Я сначала есть хотела, а потом я забыла о том, что я хочу есть. То есть, у меня были силы, пока мы пришли домой еще разогрели, поели. То есть, мы где-то в часов пять у нас был обед. Она мне ночью еще в скайпе пишет. Вот. Я там чего-то там хочу еще сделать. И, в общем, он дает энергию. И не только как бы что эффект похудения, а просто он дает энергию, он очень вкусный. А я как раз вот худела на этом коктейле. Я сейчас вам фотографии покажу. Так, Софья, значит, мы тебе... Саша, на, возьми там ей сумочку. Вы положите? Спасибо. Мы тебя поздравляем. Клопоть громко не будем? Мы у тебя, нахожу. Вот, пожалуйста. В январе месяце мы поехали отдыхать в Южную Америку. И вот это вот я была. 115 килограммов я весила. И с февраля месяца я решила похудеть. Что дает коктейль? Он, как уже Софья сказала, дает чувство сытости. Три белка содержатся в нем. Яичные. Ну, представьте, вот яичный порошок, молочный, как там, сейчас скажу, как называется там из молока-то делать? Сухое молоко, протеин горошка, ну, сухой горох, плюс шуковник, плюс клетчатка свеклы и плюс яблоко. Значит, я пью 1-2 раза в день. Вот сегодня я пила на завтрак. Я не успела позавтракать, я долго сплю очень. И вот перед выездом, представьте, я не завтракала, у меня очень много энергии сейчас, потому что это правильное питание, сбалансированное. И мне позволило за 4 месяца сбросить 16 килограммов за 4 месяца. Так, получается, с февраля я начала, февраль, март, апрель, май. И вот в июне 5 месяцев. За 5 месяцев 16 килограммов. Сейчас уже 17 еще килограммов. У меня сейчас такое, знаете, понятие есть плата. То есть, когда вес не растет, но и не снижается. И вот у меня он колеблется 98-100 килограмм. Моя цель 74 килограмма. Резко худеть нельзя. Ну, то есть, я не могу голодать. Ну, то есть, что такое диеты, представляете? То есть, это голодание, когда мы не даем себе кушать или каких-то продуктов, или мы голодаем. Я не могу голодать. Я хочу есть. Муж не даст соврать и ем практически все. Там есть 3 группы продуктов. Первая группа, вторая, третья. Первые овощи, вторая белки, третьи углеводы. И я смотрю, и написано завтра, что можно кушать, обед и ужин. Я просто выбираю, например, на завтрак и ем овсянку сухую с кефиром и с ягодами и крутое яйцо. В обед я питаюсь полноценно. На ужин протеины, белок. Это рыба отварная, курица отварная и овощи. Скажу честно, она сейчас хорошо, красиво говорит, она в принципе правильно говорит, но она не говорит одну маленькую вещь. Она может себе позволить булочку, две штучки, причем два-три часа подним чай попьем и покупает две булочки такие с маком. Я говорю, ты же худеешь. Она говорит, а это система, при которой можно тебе не отказывать. Вот знаете, я раньше пробовала, я просто коктейль пила, но я не соблюдала вот эти именно продукты. У меня есть сайт, называется Здоровая Среда. Здоров Среда очень легко набрать в поисковике. Можно меня найти, спросить, как это найти. Это я думаю, что реально. Здесь вот все полностью, здесь даже есть вебинар, как я снижала вес, полностью рассказано, что я делала для этого. И продукты по здоровью. Простоксантин здесь, вот как раз изобретатель продуктов Wellness, профессор кардиологии Шведского университета, вот он как раз отвечает на вопросы. Здесь можно все найти по этому предмету. Кому интересно, обращайтесь. И здесь можно подписаться в группу «Снижаем вес вместе». Вы будете получать автоматическую рассылку к себе на электронный адрес, когда будет выходить новая статья или будет какое-то мероприятие, посвященное именно здоровью, красоте. Не обязательно снижать вес, а именно вот как поддерживать здоровье в течение жизни. Это Анастасия у нас руководитель группы администратора «Моя правая рука» и даже левая группы «Клуб любителей рукоделия» и «Клуб остроенности красота». И сегодня мы пригласили вас для того, чтобы вручить вам подарки. Вот она сейчас как раз подведет итоги конкурса и вам вручит подарки. 27 июня. 27 июня у нас в группе был объявлен конкурс «Ну, ты даешь молодежь». Этот конкурс уже стал у нас традиционным, проходит уже третий год подряд. Проходит для того, чтобы выявить у нас в городе и по области новых талантливых людей. Вот спонсоры, да, которые принимали участие у нас в конкурсе. Яна Фитина, у нее свой магазин «Детская одежда». В ВКонтакте вот страничка адрес написан. Я у нее уже тоже заказывала. Хорошие вещи, качественные. Так что, если хотите, можете заказывать. Подедите. Елена Автоманова. Она у нас и соцвет. Да. Не владельница, только интернет-магазина. Просто совместно. Будете владельцей. Раз уж написали, значит точно будет. Так. Так. Оксана Снедкова, это у нас девушка вскоряженная. Так. Вам несколько про... Елену, то скажи. Про рекламу. Елена, вы уже сами скажете? Раз уж здесь. То есть, что? Как вас найти? Как у меня? Вы знаете, группу ВКонтакте. Я называю «Самводная одежда для всей семьи». На совместные покупки заказываем производство Китая и Корея. Не знаю, дружище сказать. Но цены доступные. Всякие цены бывают. То есть, если хотите, вот мы слайдеры... Добираем количеством. Потому что чем больше количество, тем дешевле получается. Да. И вот можете через Настю найти как раз контакты Елены, если кого заинтересует. Мы, в принципе, статью будем писать на сайт сейчас, поэтому все контакты там укажут. Так. Оксана Снедкова. Это у нас девушка с коляжем, она предоставила нам на конкурс сертификат на 500 рублей. Вот, как видите, вот это в час. На покупку нижнего белья и капот. Так. И ванна. Одежда, шапоголик. Тоже для детей, для взрослых. Ну и всякие вещи там разные. Лидия Некрасова. У нее магазин, интернет-магазин постельного белья и косметики лечебной. В номинации, ну совсем молодежь, победила Палишева Елена из Белоза Капусова. Есть какая-то? Да. Так, Елена у нас принесла игрушку, она обязательно будет сфотографироваться. сфотографироваться. Так, Елена, расскажи, пожалуйста, о своей игрушке. Ну мне, как бы... Да, рассказывай, людям. Это был набор, и в наборе, как бы, вот, была бы эта вот посылочка, и, наверное, было сшивать детали, мне его подарили. Там инструкция, все написано, значит, там еще пуп, как бы, набивать, еще, значит, плюшевое сердечко, чтобы как живое было. А тебе нравится вообще этот видение? То есть ты шить любишь больше, чем... Ну, вязать, например. Не умеешь вязать? Нет, не умеешь, да? Ну, значит, еще научишься. Обычно все, кто шьет, он еще и вяжет, и плетет, и вообще в смысле делает. Мы тебя поздравляем, и подарок какой у меня, получаешь подарок, вот, Елена предоставила ручную машинку, так что можно... Ну, вот, видишь, да, замечательно, как раз мелкие детальки все можно будет подставать. Давайте сомневаемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Наташа, несколько слов о себе расскажите. Может, вы что-то продаете тоже из своих продуктов в базу про рекламирование? Мы подаем... Знаете, вы из Коряжки приехали, да? Вы такая молодец. У нас вообще Коряжевский, иногда так тяжело на прием. Нет, ну и Коряжки тоже могут туда не всегда приехать, но вообще... Да, это большой поклон за то, что приехали. Ну, мне 33 года, у меня есть сын маленький, два года. Я стала заниматься декупажем чисто в свободное время. А тут как... От синия. Вот. Ну, декупаж, очень много информации в интернете. Ну, у нас Коряжем есть магазин «Аткоктейль», который проводил мастер-классы и я один раз сходила. Вот. Заразилась. Да, заразилась очень сильно. Скажем, он как бы набор тарелочек. У вас с эффектом кракелюра еще? Это яичная кракле. То есть, как бы, кракелюр сам по себе он сложный. Ну, как сказать, нарисуете тоже, просто знаете? А вы расскажите чуть-чуть вот к людям о том, что я хочу делать. Вот так, разрезите к нам, разрезите к нам. Понимаете, это эффект рисования. На самом деле, это салфетка. Объединенная бумажная салфетка. То есть, технология, ну, она как бы не то, что сложная, просто ее нужно понять. Так, значит, не знаю даже, как рассказывать. Ну, как бы, да нет, просто в общих чертах. То есть, берете тарелки, тарелочка, керамика, стекло. Технология разная, в зависимости от материала. Можно на дереве. Новичкам лучше на дереве делать. Сначала. На досках разделать. Да, на доске. Вот, кстати, оно вот это деревянное. Вообще, тут самое, да. Значит, грунт, тоже в зависимости от материала. Далее просыхает все, салфеточка. Тоже, знаете, очень много нюансов. То есть, чем больше сейчас я занимаюсь этим, тем больше я узнаю об этом. Как бы, совершенствуется она очень много. В этой технике очень много разновидностей, так скажем, еще помимо. Вот. Но это лишь малый пример. Вот. У меня в основном, и сам, не знаю, фотография, может, есть? Я в основном на бутылочках, так скажем. Про как? Вы создайте альбом, если у вас нет альбома. У меня на моей странице есть. Вы создайте в группе альбом, потому что у нас люди заходят, любят, иногда даже заказывают у кого-то. У меня есть в группе, вот у Круппаделя у меня есть альбом. Есть, да, замечательно. Потому что я сама лично иногда у кого-нибудь что-нибудь заказываю на подарок. Вот эта мне штука понравилась, я бы хотел поближе посмотреть. Ну, как бы ее нету, потому что ее уже продали, так скажем. Я в магазинах коктейль, как бы, я работаю свои дыры, да, но у меня есть замык, вот это как бы, она много, у нее много вещей хороших. А ну, а там средняя, вот, например, тарелка, сколько стоит? вот тарелочка, их как бы 250, стекло чуть подешевле. А она как декор идет, да? Вот если петельку сделать на стену, так она подставки, как бы, как подставочка. А здесь же еще специальные, такие пластмассовые, подставочки прозрачные, что даже, да, на какие-то качественные декоры. Вот тарелки, там стоят доски, компьютеры, сейчас можно, мониторы все как будто бы, все можно сделать. Тикор выдала в шампанского окно в году очень. Берут хорошо. У вас визит кейсовы? Визитов нету, я, это как бы неофициально все, это чисто для удовольствия. Ну, так у нас вот тоже все неофициально. Здесь все для удовольствия. Все для удовольствия. Поэтому мы вас поздравляем, включая Анастасии подарок. Ну, видите, вот вы... Вы получаете в подарок аромаланку, все в набор уже свечка масла есть. Спасибо. Это подарок от Лидии Микрасов. Спасибо вам. Тоже будем вас обязательно поздравляем. Так, следующий у нас разубедитель Кононова Ирина, 30 лет, город Ходлас. Есть раз Кононова Ирина? Есть. Так, вот Ирина у нас самая такая... Здрасте. Да, лучше всех ей пришлось ребеночка ждать. Так, меня зовут Кононова Ирина, я занимаюсь лепкой кукол с полимерной глиной, ну, так-то много чем еще. Папа. Ну, в основном вот такое. Папа. Карл. Вот и тоже, как бы, где-то или стоят, или кому-то уже подарены, так вот, от нас. А разверните нам ее посмотреть. Так, ничего себе. Вообще. Кажется, что как, ну, в магазине, да? Делаю, конечно, эту фотографию, но не совсем очень профессионально, но так. Ирина, сколько лет ее уже? Этой, ну, я так сильно не оцениваю, не знаю, даже есть. Вы дарите, в основном, да? В основном дарю, да. Стоят у меня на продаже куклы, вот эту купили уже. Классная баба яга, Магазин Горбатого моста. Какая оптимистичная баба. Вот живем в Коткрасе, да, вообще здесь, да, и не знаем друг друга, и вот такие вот вещи, да, только можно интересно увидеть. А, и сколько вы занимаетесь уже, как дома, как родила? Понятно, то есть работа иногда полезна, да, еще в плане интересного. Вот нет, творчество просыпается. А сыну делаете какие-то игрушки? Ну, вот они. А, то есть у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, уже вот, и это. Машинок-то нет у вас с полимерной вилеткой? Нет, таким делаем. Мы не делаем. Понятно. Ну, ладно, поздравляем вас. Ну, сейчас Настя вам тоже, вам больше шикарный подарок. Наручили эти все. Спасибо. Это спонсоры, это нам дали? Да. Яна Щупина. Спонсора Яны Щупиной, да? Да, супер. Да, и модные такие люди. Ага. Поздравляем. Спасибо. Тоже сфотографируйтесь, прежде чем уйти. Вы сейчас идете? Да, не знаю. Надо сейчас... Так, мы сейчас пойдемте с вами. Вот там, в коридорчике сейчас. Пойдемте со мной, да. Ну, чтобы вас... Я, Валенька, подожду долго еще. Нет, мы все уже почти закончили. Давайте я подожду. Так, присаживайся. Так, третьяна Судникова Алена, 29 лет, поселок Приводино. Ну, Елена нету. Судникова Алена нет, да? Так, пропускаем тогда, да? Сурова Лариса, 34 года, поселок Вочебодс. Есть Сурова Лариса? Тоже нет, да? Пропускаем. Так, и... Ну, и, наконец, последняя номинация «Молодость души» и победителем объявляется Ольга Дурапова, 37 лет, поселок Мочегоцкий. Есть у нас Ольга Дурапова? Тоже нет, да? Иногородние не смогли приедать. В общем, тогда завершаем. Да, я еще раз поздравляю всех, кто принял участие. Работы были все очень хорошие. Поздравляю победителей и приглашаю вас принять участие в следующем нашем конкурсе, который будет объявлен сегодня вечером. Дачник-удачник, 2012 тоже уже проходит не первый год, так что принимайте участие. Ну, и с 1 сентября, я уже говорила, у нас открывается сайт офиса, уже командный сайт, структуры сайт, где будет информация обо всей продукции Арифлейм, не с точки зрения, что крем для рук состоит из каких-то ингредиентов, а с точки зрения, куда его наносить и что вы получите исходя из того, что вы его нанесете. Ну, и я сейчас провожу розыгрыш, который я обещала, все анкеты, которые вы заполнили, у меня здесь собраны, и мы сейчас делаем следующим образом. Мы сейчас попросим... Но вручается тому, кто здесь присутствует. У меня сейчас все перемешают. Да, то есть, если человек ушел, то мы просто анкетку откладываем в сторону, чтобы было все по-честному, да? Раз вы у нас так... Интересно, кому нужны шариковые румяна сегодня очень? Румяна в шарик. Значит, мы сегодня разыграем несколько подарков. Значит, первые, мы разыграем шариковые румяна в главный приз, чтобы у всех были одинаковые условия розыгрыши. и затем еще я проведу конкурс один, который называется... Ну, я вам после скажу, потому что я всегда этот конкурс практически провожу на всех массовых мероприятиях. И еще человек, который... Напомню, подожди маленечко. А еще есть, да? Да. Это кто? А Надя пришла позже, да? Ну, давайте тогда подожди. Давайте тот конкурс проведем пока в первую очередь. Значит, я всегда провожу конкурс, называется А что у меня в косметичке? Вы с собой, кто-то принес сумочки. Меня интересует, конечно, только продукция Арифлей. Вот у кого больше всех сейчас в косметичке продуктов Арифлей, тот получит... У гостей или консультанта? Играет роли. Не играет? Да. Тот получает в подарок блеск для губ с подсветкой. То есть, можно в темноте даже губы красить. Поэтому, у кого есть с собой косметика Арифлей, достаем, считаем, у кого будет всех больше. Ну, а у кого нет, значит, что у вас есть намек в следующий раз, когда вы придете к нам на мероприятие закупиться. Так. У кого есть блеск для губ в один карандаш? Раз, один. Так. А часы не считаются? Считаются. Считаются. Два. У кого больше двух? Сейчас посмотрим. Так, три. А у тебя сколько? Четыре. Так, вы пока считаете. Сейчас я спрошу по раму, по-моему, сколько вы поднимите руки. Пока считаем. Сумочки, своя сумочка. Ваша сумочка. Так, а я пока тщательно перемешиваю анкеты. у меня так все орифлейм. Я, конечно, если начну считать, видите, у меня раз помада, бальзам для губ. Ты не участвуешь в розыгрыше? Я выбираю. Пока не считаю, я расскажу. Два помада. Вот видите, это холодный оттенок, а это теплый оттенок помады на разные костюмы. Наталья, сколько у тебя? Это помада с блеском. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Это помада просто из двух купила. Пять. Это карандаш. Раз, два, три, четыре. А это что? Это не вея. Это не вея. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Два карандаша и зеркальце. И косметичка. Так, ну что? У кого один? Так. Отпускаем руки. У кого два? У кого три? Кто-то пока три. Так. У кого четыре? Четыре. У тебя четыре. У меня шесть. Так. Пять. Шесть. Шесть. Так. У Маши? У тебя шесть. Семь у кого? У меня семь вот с этим. А, вот с этим семь у нее. Семь. У кого больше? Вот семь. Семь. Семь, шесть, да? Да. Наташа победила. Ну что ж, мы тебя поздравляем. Значит, сама не будешь краситься, точно знаешь, куда пристроить. У тебя есть дочка. Да. Да, она на дискотеке. Давайте поздравим. Она на дискотеке не хочет. Да, обязательно носите косметику с собой, наши марки, приходите к нам на мероприятие. Ну, а теперь я перемешала все билетики. Развенех веером, да? Да, ну, конечно, сейчас развенем. И сейчас нам поможет, наверное, Ева нам помогать будет, да? Будешь нам помогать? Да. Она будет помогать. Так, как я уже сказала, мы разыграем один главный пресс и несколько еще второстепенных. Утешительный. Да, вот у нас есть. Так, ну вот, можешь выбрать любой. Там, не спеши, не спеши. Не спеши, посмотри. По колдуй там что-нибудь. Давай что-нибудь. О, вот она. Определила, кто будет победителем. Стой. Так, Наталья, а ты что тут не доработала? Я вообще-то, у меня пустых нет. Что, еще даже есть пустые? Вот надо же так интересно, да? Жизнь бывает. Так, еще осмотреть. Так, у нас с мамой героиня везет сильно. Которая? Женовская, Софья. Поздравляем. Подарки с подарком называются. Да, все в деньгах, все в деньгах, да? Все в деньгах, да? Итак, Софья, мы тебя поздравляем. Конечно, я знаю, что они у тебя стопроцентны, наверное. Есть, есть. Ну я найду, куда их построю. Хорошо. Давай, мы тебя поздравляем. Спасибо. И поздравляем, что я тебя не видела. Спасибо большое. Еще с рождением ребеночка. Ну и мы сейчас разыграем еще 3-4 продукта. Это 3 помадки и специальное смягчающее средство с ароматом вишни. Значит, ну давай, помогай. Кто не хочет у вас дочка помочь? Вот она хочет помочь. Хочешь помочь? Иди, помоги. Вытащи там бумажки. Может, не хочет она? Да, вытащить она бумажку. Интересно же, надо с тобой. Другая рука помогла. Вытаскиваем бумажку. Вот она. Молодец, спасибо. Дарья. Дарья. Фамилия не писала. Тут написано ваше имя, фамилия. Вы знаете, обязательно, вот если просят, да, написать полностью. Потому что вот мы часто на вебинарии в свободной среде, у нас проводятся розыгрыши подарков. Вот кто написал просто имя, вообще не участвует. На будущее просто говорю. Если написать имя, фамилию, значит писать. Так, дописать. Пока не допишет, подарок не получит. Так, и... Давайте. Ой. Так, и помадку выручаю. Вот такую розовенькую помадку. Блинную такую. Значит, будем... Держи. Дарья. Я сказала, она не получит подарок. Так, есть ли кто еще у нас там не написал фамилии за секретом? Так, хорошо. Так, я перемешала, как вы видите, да, еще раз. Так. Помогаешь мне? Так, так. Евочка, да, тебя зовут? Ну, давай, стени. Может, подбирай. Ну, перемешиваем. Фуфаева Екатерина Ивановна. Получает у нас... Нет. Есть у нас? Нет, да? Нет. Нет, да? Ну, что, помаду следующую разыграем дальше. Давай, я вам помогаю еще. Так. Ольга Карамнова. Так, Оля, поздравляем. Так, теперь снова перемешиваем. Ну, давай. Следующую помадку Абдулаева Татьяна, ее нет, она ушла, которая у нас беременная. Так, давай еще. Так, вот она, Ваерина, есть? Есть. Есть, вот, Ирина. Значит, помадка вам. Цвета не знаю, какие там, посмотрите. Так, и последний приз, это у нас будет специальное смягчающее средство. Так, ну, давай еще раз. Так, Третьякова Наталья. Не зря приехали. Расскажи пару слов, как их пользуются. Как пользоваться? Я примерно знаю. Знаете, да? То есть локти, все сухие участки тела. Вот в этой группе мастер-класса, там у меня есть аудиозапись. Вообще, его можно даже кончики волос им лечить. Я сама удивилась. Я когда стала, материал искать, нашла. Ну, и на этом наша встреча сегодня заканчивается. Я благодарю вас за терпение, за то, что вы в такую жару просидели и послушали нас. И сейчас, как я обещала, вы можете подойти, я вам накрашу, попробовать лак-каркеллеры, если вам интересно. Приглашаем вас записаться на мастер-классы. Можно на понедельник уже сразу записаться, кто желает, кто получил приглашение. И по поводу вопроса, есть ли оформление дисконтной карты, вы можете меня найти в интернете или на ресурсах самостоятельно оформить дисконтную карту. Активация пройдет 5 сентября. Я прощаюсь с вами. Сейчас сфотографироваться. Продолжение следует...